Сейчас Владимир Кличко вроде как не называют абсолютным чемпионом, хотя раньше казалось нужно завладеть тремя поясами, чтобы ты стал абсолютным чемпионом мира. Но опять же таки, это все версия WBO, которая примкнула к трем главным версиям, которые тоже уже считаются. Но всегда считалось абсолютным чемпионом тот, который владеет WBA, IBF и WBC. Если какого-то из этих поясов нет, вроде ты как не абсолютный чемпион, хотя у Владимира сейчас три чемпионских пояса, есть еще и версия IBO, и журнал Ring, там еще какие-то. В то же время мы понимаем, что Владимир Кличко все-таки имеет шанс стать абсолютным чемпионом, если он заберет пояс WBA. И более того, он станет, по-моему, первым, кто соберет все четыре пояса, то есть абсолютный чемпион мира по четырем версиям. Но так как сейчас все-таки не сумели договориться, в первую очередь из-за того, что там Дон Кинг сейчас владеет фактически ситуацией по версии WBC, его боксер Бермейн Стивен чемпион, то там с ним всегда была тяжелая история насчет договориться. И я так понимаю, что сейчас то же самое. Так что мы ждем поединка Владимира Кличко против Кубрата Пулева. И, кстати говоря, тут очень непростой соперник многие считают, действительно, и сам Владимир его оценил. Это не те ребята, которые были до этого, да, последний этот его соперник, который, в общем-то, ничего не смог сделать в ринге. И смотрим за Бермейном Стиверном и Деон Тейм Уайлдером.